Музыка Очень четко там сбываются некоторые события, но оказывается в США выходил еще фильм, который назывался Мадам Секретарь, и вот это вот вообще орвет все шаблоны. Он был снят в 2014 году, и послушайте, что уже тогда предсказывали в этом сериале. Пойти предложим прекратить огонь, пока сотни украинских и русских солдат не погибли под Мариуполем. Это на совести Островой. Я не собираюсь потакать, Ибес. Что мы скажем таким образом? Что мы хотим умерить враждебность, вернуть Джина назад в бутылку. Дадим Островой шанс отступить. С какой стати? У нас стратегическое преимущество. В этом сериале женщина по имени Острова играет роль президента России. И вы сейчас заметили, что они очень много говорят про Мариуполь, и давайте послушаем, что они еще дальше предсказывают именно про этот город. После Мариуполя Острова может отправить миллионные войска, которые превзойдут силы США и Украины, и никакая разведка их не остановит. Я понимаю твою позицию, Бесс, но о прекращении огня не может быть и речи. А в следующем эпизоде вы сейчас услышите знакомые фамилии. Мельник, Макрон. То есть только вместо Макрона будет звучать Маккорд. Послушайте, пожалуйста. Министр Мельник, я рад, что Украина и Соединенные Штаты смогли сойтись во взглядах. Я предпочитаю око за око. Ну а да, мы отдадим половину нашей любимой страны. Госсекретарь Маккорд была убедительна. А теперь давайте посмотрим и послушаем, как будут проходить мирные переговоры по версии этого сериала. И вы как раз увидите, как бы президента России, вот эту женщину Острову, увидите, что станет с Украиной, и что будет после того, как с Россией снимут санкции. Интересно, почему они знали об этом уже в 2014 году? Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья Черного моря от Луганска до Одесской области. Марионетка России. С окончанием экономических санкций США в отношении как правительства РФ, так и отдельных его граждан. И снятие запрета на передвижение, кроме тех, кто находится в списке террористов США. Россия возобновит поставки нефти и газа по всем странам Европейского Союза незамедлительно и без перебоев как минимум на 15 лет. А теперь, друзья, вишенка на торте. Когда я увидел этот эпизод, я просто чуть не упал в оморок. Срочно поделитесь этим видео, нажмите на вот эту стрелочку и удержите ее одну секунду. И отошлите всем людям, которые у вас появятся. Смотрим очень внимательно и просто офигеваем. Коинские радикальные националисты, богатыри Киева взяли на себя ответственность за нападение. Боже, русские, наверное, в бешенстве. А вы как думаете? Это лидер группировки Олег Зеленский. Он заявил, что мирное соглашение – это капитуляция перед Россией. И любые попытки внести изменения в украинские границы будут встречены жестокостью. Ну что, друзья, вы в шоке? 2014 год. Некий Олег Зеленский. Интересно, о чем они тогда уже думали? Вы понимаете? Все уже скрыто давно в сериалах и фильмах. Так что нужно просто быть очень внимательным. И все нам уже давно с вами предсказали и показали. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.